Доброе утро с новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о наборе на военную службу по контракту, о проездных для студентов и джазовом фестивале в Новосибирске. Министерство обороны объявило набор на военную службу по контракту. Требуются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, годные к службе по состоянию здоровья. Отбор ведется в части новосибирского гарнизона, где нужны стрелки, пулеметчики, водители категории СДЕ, механики-водители БМП, разведчики, связисты и наводчики. Контрактникам полагается денежное довольствие от 21 до 40 тысяч рублей, а также различные надбавки, ежемесячные дополнительные выплаты и льготы, в том числе право на оформление военной ипотеки. У студентов в Новосибирске появилась возможность оформить транспортную карту онлайн. Больше не нужно тратить время на получение анкеты и ее заполнение вручную или печать фотографии. С помощью нового веб-сервиса учащийся в ВУЗа может заполнить электронную анкету в личном кабинете и отслеживать статус согласования заявления и изготовления карты. К сервису уже подключены НГУ и архитектурно-строительные, медицинские и педагогические университеты, а также несколько колледжей, в том числе сибирские геодезические. Добавлю, что получить готовые транспортные карты студенты смогут у уполномоченного представителя учебного заведения, если заявка была отправлена в период сентября по декабрь. И лично в центрах обслуживания пользователей пассажир стран СНАБА по адресам Красный проспект 161 Арбузова 6 и многофункциональных центрах мои документы. Уборочная страда завершилась, однако работы еще много. Зерно теперь нужно просушить и обработать. Из Качковского района сюжет Яна Рагуля. Здесь, на временном складе, лежит зерно неочищенное от сура. Точнее, примеси, которые могут отрицательно повлиять на сохранность продукции. Это комочки земли, части колоса, а также семена дикорастущих растений. Традиционно после уборочной страды зерно подвергают сушке. Нынче обошлись без этой процедуры. Осень была золотая, можно сказать, что никаких дополнительных затрат на сушку зерна мы не потратили. Природа сама сохранила зерно для крестьян. Очищенное зерно увозят в склад. Здесь оно будет храниться до весны. Это семена для будущей посевной компании. Качковским аграриям для проведения будущей посевной компании необходимо 20 тысяч тонн семян. Весь семенной материал отправляют в Россельхозцентр, где проверяют кондиции. Зерно, которое на сегодняшний день удалось проверить, соответствует ГОСТу. Некоторые партии имеют стопроцентную схожесть. Повторную проверку проведут весной. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Мировой уровень звука каждому концерту. Сегодня в Новосибирске в рамках джазового фестиваля известный специалист, звукорежиссер Андреас Адельхофер, проведет мастер-класс для коллег звукоинженера. Специалист уже знаком с государственным концертным залом имени Арнольда Катца. На СИП-джаз-фесте в 2014 году он работал на программе Нейджела Кеннеди. Его работа неоднократно получала высокую оценку музыкантов, лауреатов премии Гремми. В конце 90-х Адельхофер основал компанию, которая занимается звуком и видеосопровождением проектов по всему миру. Теперь и у новосибирских специалистов есть уникальная возможность пообщаться лично с профессионалом, который помогал записывать композиции Биби Кингу, Стэнли Кларку, Ринго Стару и другим звездам. Дни самбо на земле Сибирской. Форум с таким названием пройдет сегодня в Новосибирске. Его участники обсудят вопрос развития этого вида боевого искусства в области. На встречу соберутся главы 12 регионов и представители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, образования, региональное отделение федерации, общественные деятели, спортсмены и тренеры. В числе почетных гостей полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Миняйло. Помимо заседания в рамках форума пройдет открытый городской фестиваль по самбо, запланированный открытый урок по обучению техники, показательная тренировка и мастер-классы. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о новых банковских вкладах, открытии новосибирских ученых и развитии кадетства в регионе. В России скоро может появиться новый вид вкладов, который называют безотзывными. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Идея подобной инвестиции в том, что со счета нельзя частично или полностью снять деньги до установленного в договоре срока. Как отмечают авторы инициативы, такой депозит дает кредитной организации гарантию наличия средств на долгий период, поэтому банкиры будут предлагать по такому продукту более высокие проценты. Отмечу, что безотзывные вклады есть во многих странах – в США, Евросоюзе, на Украине и в Белоруссии. Новосибирский центр подготовки и сертификации авиаперсонала могут закрыть. Росавиация аннулировала у него необходимые для работы документы. Уже стало известно, что данные действия надзорного ведомства планируют обжаловать в судебном порядке. Напомню, в Новосибирске учебно-тренировочный отряд номер один был создан в 1939 году. С тех пор центр готовит авиационных специалистов для всех типов летной техники. Также в его состав входит школа бортпроводников. Ученые Института нефтегазовой геологии доказали, что Новосибирские острова в Ледовитом океане имеют независимую тектоническую историю. Среди геологов не существовало единого мнения о происхождении этой территории. Многие передерживались мнения, что архипелаг был частью Лаврентии, древнего североамериканского континента, от которой он откололся около 200 миллионов лет назад. Другие утверждают, что острова – продукт раскола суперконтинента Родинии, в состав которой миллиард лет назад входила Антарктида. Правда, тогда она располагалась ближе к экватору. Новосибирские специалисты придерживаются мнения, что плита, на которой находятся острова – это самостоятельная геологическая единица. Какие проблемы, достижения и планы есть в системе кадетского образования? Сегодня об этом будут говорить на совещании уполномоченного представителя президента в Сибири Сергея Минейла. Встреча пройдет в формате видеоконференции. В ней примут участие представители Министерства образования и науки, руководители профильных региональных органов власти. Планируется обсудить вопросы нормативно-правового регулирования деятельности кадетских организаций, направления взаимодействия регионов округа по вопросам развития подобного образования и обменяться передовым опытом в этой сфере. Спортивные залы школ Новосибирской области продолжают модернизировать. Деньги на это выделяются из федерального областного и местных бюджетов. О том, как проходят работы в Каргатском районе, расскажут наши корреспонденты. Еще несколько недель назад здесь шли уроки. Теперь строительная пыль, шум электроинструментов. Школа с более чем вековой историей такого ремонта еще не видела. Меняет все – кровлю, окна, двери, освещение. Сейчас красят стены. Сейчас бригада от этой фирмы делает внутренние работы. Внутренняя работа заключается в том, чтобы заменить электропроводку и поставить, вы чувствуете, какое здесь освещение теперь. Кроме этого еще покраска. Всего спортивного зала. Это будет на стилы, как на полу мягкие, спортивные, современные, и на стены. Это уже третье учебное заведение в районе, где ремонтируют спортзал. И все благодаря участию в федеральной программе создания равных условий для занятий физкультурой. Эта школа получила 1 млн 314 тысяч рублей на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Причем деньги пойдут и на новый спортинвентарь. А пока, не покладая рук, трудятся строители. Сделали освещение нормальное. Сейчас и стены покрасили, пошпикливали. Ну, пол покрытия, вот как видите, фанеры два слоя. Еще спортивный слой, покрытие будет. Дальше оборудование поставится. Думаю, все будут рады. Воспитанники третьей городской школы из года в год показывают отличные результаты в различных видах спорта. Прочно удерживают лидерские позиции в легкой атлетике. А с новым спортзалом будет сделан еще один шаг в воспитании будущих спортсменов. Надеюсь на то, что если спортзал отремонтировать, будет еще больше достижений. Но, говоря о сентябре, начале учебного года, тоже есть о чем сказать. В сентябре проводились в последние декаде соревнования по легкой атлетике, где наша школа принимала участие. В состав команды входило более 20 человек. И по возрастным группам, 99-2000, затем 2003-2004 мы заняли первые места. И два возраста, это второе и третье место. Есть много личных первых мест достижений. Занятия в обновленном зале планируют начать в первой декаде ноября. Светлана Федоров, Евгений Юрченко, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о первом сибирском форуме биржевого и финансового рынка, изменениях в правилах выдачи областного мат-капитала и профессиональном празднике таможенников. Сегодня в Новосибирске пройдет первый сибирский форум биржевого и финансового рынка. Эксперты и аналитики расскажут участникам о предложениях ведущих компаний и банков, а также обсудят тенденции современных инвестиционных предложений. Форум проводит Новосибирский университет экономики и управления совместно с Московской биржей. С докладами выступят региональные чиновники, преподаватели и эксперты биржевого холдинга. Кроме того, представители высшей школы Московской биржи подпишут соглашение о развитии. Документ будет регулировать подготовку профессиональных кадров на сибирском финансовом рынке. Подробнее о форуме мои коллеги расскажут в вечернем выпуске новостей на нашем канале. Сибирские таможенники сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Торжественных поводов несколько. Это и 25-летие Федеральной таможенной службы России, и юбилей Всероссийского союза ветеранов таможни. Западно-сибирская оперативная таможня была открыта в конце 90-х. Необходимость ее создания стала очевидной после появления в 1991 году прозрачной границы с Казахстаном. Отсутствие четкой погранлинии, ее охраны и необходимого контроля позволяло преступникам возить товар, используя многочисленные объездные дороги. И западно-сибирская таможня с первых месяцев своего существования приступила к наведению правопорядка. За годы своего существования сотрудники службы внесли значительный вклад в решение проблем нелегального перемещения грузов, ввоза наркотиков, формирования в регионе цивилизованного рынка, защищенного от некачественных, произведенных с нарушением авторских прав и просто вредных для здоровья людей товаров. Только за последние три года таможенниками было возбуждено почти 700 уголовных и 18 тысяч дел об административной ответственности. В Новосибирской области пересмотрят правила предоставления материнского капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка. Напомню, пока эти 100 тысяч рублей родители имеют право получить лишь спустя полтора года после пополнения в семье. С одной стороны, если семья получит право на получение мер поддержки сразу после появления третьего ребенка, это даст возможность лучше обеспечить его всем необходимым. Однако в федеральном законодательстве оговорено, что получить положенные средства незамедлительно имеют право лишь те семьи, которые покупают жилье в ипотеку или нуждаются в специальных средствах реабилитации детей. В этом смысле нормы получения областных мер поддержки приближены к федеральным. С другой стороны, есть определенные риски. Нередкость, когда родители или усыновители получают семейный капитал, а после этого отказываются от ребенка. И число таких махинаций может резко возрасти, если не нужно будет ждать полтора года. Рабочая группа рассмотрит различные варианты изменений, которые могут быть включены в региональное законодательство, после чего вопрос вновь вынесут на депутатские обсуждения. Министерство обороны сможет мобилизовать частные автосервисы. Тогда, в случае военного положения, армия будет использовать не только ремонтные мастерские, но и многие другие предприятия, у частных пекарен до крупных логистических компаний. Это прописано в официальном документе о плане обороны Российской Федерации до 2020 года. Такую схему уже опробовали в ходе учений «Кавказ-2016». На мобилизованные организации будут налагаться обязанности по выпуску дополнительной продукции и ремонту техники. При этом речь об изъятии собственности не идет. После отмены военного положения владельцам всех предприятий будет выплачена компенсация. Для жителей Северного района вновь организовали необычное мероприятие. В местной библиотеке прошли с чтения. Историю родного края послушала и наш корреспондент Елена Кинт. Школа нас лелеяла своей колыбели. Подняла на ноги, направила по тому пути, где нас ожидала птица щадки. Сегодня Раиса Гришко рассказывает о своей школе, о коллегах бывших и настоящих. Краеведением педагог-словесник занимается уже 20 лет. Без любимого дела себя не представляет. Обожаю рассказывать о всех людях, делать им праздники, делать им какие-то невероятные события, чтобы они запомнили всех тех, которые работали, жили в прошлом. Да я могу рассказать и о молодых людях. Только дайте, пожалуйста, мне тему, дайте мне. Я о любом человеке могу рассказать, о любом, хоть в северном районе, хоть в Новосибирске, кого, естественно, я знаю, чтобы я знала, я видела и о них рассказывала. По крупицам, собирая материал в старинных записях, книгах, встречаясь со старожилами, краеведы открывают новые страницы летописи района. Признаются, работа сложная, кропотливая. Алексей Макаров представляет свой исторический роман о земляках. Все мои сейчас мысли-то идут, кого бы расспросить, где бы узнать, где найти. Ройсь в архивах, расспрашиваю всех, потому что я очень люблю исторические темы. Роман о конце 19 века, он тоже здесь о Сибири, о Боробе будет. Ну, уже не эти места мои родные, а просто о Боробе и строительстве моста через Зобь. Ну, в общем, железная дорога. Раскрою секрет, хотя это не принято. Такие встречи стали традиционными и проходят уже пятый раз. Организаторы отмечают. Желающих узнать, как жили их предки, чем занимались, год от года становится больше. Историю делают люди и историю пишут люди. Это не мной сказано. Поэтому, сохранив эту историю, мы ее и приумножаем. Увеличиваем фонды крывеческие, фонды библиотек. Появляются новые материалы в музеях, новые материалы в архиве. А значит, наша история сохраняется. В планах все, что было и будет собрано, опубликовать в сборнике. История родного края должна быть доступна для всех желающих. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете об ужесточении мер за продажу животных, новом опросе для жителей области и необычной выставке в музее Новосибирска. Жители региона приглашают принять участие в интернет-опросе о перевозках на пригородном пассажирском транспорте. Можно ли сделать транспортное сообщение удобным, составить расписание так, чтобы людям было комфортно и назначить такую стоимость билета, чтобы он оказался нам по карману. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо набрать адрес www.oprospassajirov.rf и заполнить анкету. Это необходимо для улучшения обслуживания граждан и развития транспортной системы. Тест проводит аналитический центр при правительстве Российской Федерации. По его итогам будут подготовлены рекомендации Минтрансу, в том числе касающиеся транспортной политики в регионах. Принять участие в опросе может любой житель Новосибирской области. Рейд по противопожарной безопасности. Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска спасатели вместе с представителями власти совершат обход домов в частном секторе. Представители госструктур будут не только выявлять нарушения, но и рассказывать о льготах, в частности о том, что отремонтировать печь или электропроводку можно за счет государства. Какие необходимы для этого документы и куда обращаться, на эти вопросы готовы ответить специалисты. Наказания за торговлю краснокнижными видами животных и изделиями из них ужесточат. Вырастут как сроки заключения, так и размер компенсации. Отдельно пропишут ответственность за такую продажу в интернете. Минприрода разработала соответствующие поправки в уголовный кодекс. По данным экспертов, только в прошлом году в Рунете было обнаружено почти 600 объявлений о продаже тысячи животных. Из них около 40 предложений о реализации шкур тигра. В связи с этим и был разработан законопроект, который ужесточит ответственность за торговлю представителями Красной книги. Мотострелки Центрального военного округа при поддержке транспортно-штурмовых вертолетов «Терминатор» отработали приемы противодействия кочующим банк-группам. Занятия прошли на трех сибирских полигонах. Подразделения выполнили учебно-боевые задачи по охране и обороне базовых районов противодействию мобильным диверсионным группам и террористам-смертникам. Напомню ранее, более 20 тысяч военнослужащих в Сибири были подняты по тревоге. Учения начались в начале недели и завершатся сегодня. В Новосибирске недоношенных малышей весом меньше килограмма адаптируют методом кенгуру. В городской больнице областного центра уже применили подобную практику. В чем суть метода, выясняла Елена Мирошниченко. Эта малышка родилась всего три дня назад. У нее еще нет имени и маме ребенка пока не отдают. Появилась на свет девочка раньше срока. Сейчас ей нужно создать условия, максимально близкие к внутриутробным. Для этого в Новосибирской горбольнице врачи применяют метод кенгуру. Мама высвобождает переднюю поверхность груди своей. И мы перекладываем ребенка, перекладываем всегда со всей аппаратурой вместе. Сверху ребенка закрываем пеленкой, для того, чтобы не было потери тепла. И ребенок таким образом находится на груди у мамы некоторое количество времени. Сначала несколько минут, потом дольше. Метод кожа к коже позволяет регулировать температуру крохи более плавно, чем в инкубаторе. Сегодня в реанимации всего три младенца. Остальных уже выходили и отправили в детское отделение. К слову, такой подход к адаптации малышей для мировой медицины и новосибирской, в частности, не нов. Метод кенгуру, который назвали из-за сходства с тем, как некоторые сумчатые вынашивают своих детенышей, разработали для ухода за недоношенными новорожденными в районах, где вот такие инкубаторы недоступны. Сегодня этот метод применяют в более чем 82% клиник Америки. В Новосибирской городской больнице его практикуют с 2012 года. Выхаживанием детей весом, которые рождены весом менее килограмма, там менее 980 граммов, в принципе, занимаемся только с 2012 года, после выхода приказа Министерства здравоохранения о живорождении новом. То есть, раньше эти детки брались на выхаживание, в том случае, если они родились живыми, но они не считались детьми. Сейчас шанс на полноценную жизнь получают новорожденные весом всего полкилограмма. А недавно новосибирским врачам даже удалось выходить ребенка 480 граммового. Обычно из таких крох выживают 85%. Новосибирские медики не исключают. Улучшились показатели, в том числе и благодаря методу кенгуру. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Выставку с названием «Мир его вещей» откроют сегодня в музее Новосибирска лекции криминалиста о самодельных боевых ножах. Среди экспонатов предметы, которые рассказывают о мужских хобби сибиряков. Зрители увидят чучело головы огромной щуки, когда-то выловленной новосибирским рыбаком, набор радиолюбителя, коллекцию галстуков известного артиста и старинный кожаный диван 1939 года для отдыха, на котором можно будет полежать только представителям сильной половины человечества. Более того, на открытии выставки пройдет семинар о боевых ножах Игоря Минова. Сотрудник музея, в прошлом криминалист, покажет холодное оружие из своей коллекции. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале.